Единородный стени, славе Божьей бессмертенцы! Под божественные песнопения и молитвы в Ярославле прошел один из самых значимых христианских праздников – Крещение Господне. В Толхском монастыре на литургию собралось несколько сотен верующих. Крещение для каждого верующего – это первая ступень вхождения в церковь, в рождение духовно именно происходит в Таинство Крещения. Вот поэтому особенный душевный праздник для каждого из нас. Кроме ярославцев на Святую Землю прибыли и паломники. Путешествие в сотни километров, говорят, того стоило. Впечатления незабываемые. Я очень довольна, что я поехала. Мне кажется, прям Господь Бог меня всегда так подводит ко всем каким-то действиям. И вот это тоже послание такое слышу, чтобы я съездила в такой святой день. Божественная литургия закончилась, сейчас все отправятся в путь к Иордании. Крестный ход из сотен людей возглавят митрополит Ярославский Ростовский Пантелеймон и другие священнослужители. После освящения воды купели подпускали по 10 человек, как и обещали спасатели. Без лишних слов первые желающие оказались в проруби. А вы уже ныряли когда-нибудь? Нет. Первый раз в предвкушении? Да. Готовились как-то? Нет, спонтанно. Спонтанно? Ехали с работы, решили приехать. Кто-то окунается в прорубь, чтобы очиститься или обрести здоровье на весь год, а кто-то ищет новые впечатления и закаляется. Для чего окунаются в прорубь сегодня ярославцы? Давайте спросим у них. Вера, Вера заставляет тяна эту. Это надо пережить. Самое страшное – это до, потом уже все нормально. Наспокоение полное, душевное. Супер. Всем рекомендую. Рядом постоянно дежурили медики. Им окунаться не хотелось от слова совсем. Вы сами ныряли когда-нибудь в прорубь? Нет. Нет, честно, нет. Мне уже холодно, я на них смотрю. А вот спасатели, которые тоже работали рядом, наоборот, с нетерпением ждут очереди. А вы сами когда-нибудь ныряли? Конечно. И как были впечатления? Так я постоянно плаваю. А сегодня будете? Буду. Самая притягательная часть праздника меня обошла все-таки стороной. Я, наверное, так и не решилась. Более того, из всех, кто сегодня окунался, большая часть перед этим закалялась. То же самое перед таким шагом посоветовали сделать врачи. Нужно себя готовить. Нужно закаливаться обязательно. Нужно вести здоровый образ жизни. К этому нужно быть готовой. А не потому, что просто мне интересно. Что удивительно, за несколько лет работы плохо в купеле становилось единицем. При нас за несколько часов на плохое самочувствие не пожаловался никто. В 12-й раз пойдете? Обязательно. Для теплолюбивых неподалеку стояли палатки, где можно было согреться и переодеться. Правда, без обещанного чая. Несмотря на это, эмоции от вечера остались только позитивные. А энергии накопилось на год вперед. Софья Кременецкая, Евгений Бушуев, Тень событий.